Итоги паводков. В аккорде чествовали героев и отметили тех, кто остался в стороне. В Киеве совершено покушение на казахстанского журналиста. Интернет снова лучше, чем в Японии, но хуже, чем хотелось бы. Эти и другие темы в обзоре недели впереди только важные. В стране хронический дефицит бюджета. Это прямая цитата бывшего премьера и нынешнего главы высшей аудиторской палаты Алихана Смаилова. Ключевую проблему чиновник озвучил во время выступления на совместном заседании палат парламента. Проще говоря, в стране не хватает средств. И об этом уже говорят открыто из высоких трибуны. В последние годы расходы стабильно растут, а вот с доходами проблема. Дефицит в основном покрывается за счет трансфертов из национального фонда и привлечения займов. Продолжение следует... Смаилов считает, что есть риски недостижения, поставленные главой государства цели по увеличению валютных активов нацфонда до 100 миллиардов долларов к 2030 году. По его словам, расходы на погашение и обслуживание долга составляют более 17% от всех поступлений бюджета. В аккорде отметили тех, кто боролся в последние месяцы с масштабными паводками. Глава государства наградил спасателей, волонтеров и обычных граждан, которые в трудное для страны время не остались в стороне. Торжественная церемония в резиденции президента, по сути, подытожила большую работу ответственных подразделений и волонтеров в борьбе с большой водой. Стихийное бедствие стало одним из самых разрушительных в истории нашей страны. В 10 регионах было введено чрезвычайное положение, было повреждено более 19 тысяч жилых домов. 120 тысяч граждан временно остались без жилья. Сын сағатта еліміз ұрысты ынтамағын танытты. Біз табиғи апат кезінде жұрт болып жұмылдық. Бұр тұтас ел екенімізді көрсеттік. Кұтқарушылар, әскерлер, үшкі істер орғандары мен әкімдік қызметкелері тәуелік бойы жұмыс істеді. Олар отан алдындағы парызын мінсіз атқарды. Бір сөзбен анытқа адал болды. Глава государства особо отметил вклад предпринимателей, которые выделили значительные средства для помощи пострадавшим. Людей списка «Форбс» делили в этот день места с волонтерами, спасателями и военными. Касымжо Мартукаев подчеркнул, что есть у него и другой список бизнесменов, которые, напротив, остались в стороне. Их в аккорде взяли на карандаш. Улт мүддесіне асай, жоқ кешілігі мол кәсіпкелерлік дегеніміз осы. Эрине, қаз қалған кәсіпкелерде азымез. Олардың кім екен жақсы білеміз. Біз ешкімді мәжбірліген жоқпыз. Эркен үштхандаун жасады. В то же время надо отметить, что далеко не все крупные предприниматели откликнулись на призыв помочь пострадавшим гражданам. Здесь присутствуют предприниматели, которые, напротив, откликнулись и внесли очень большую помощь в дело спасения наших граждан от небывалых паводков. Что касается имен оставшихся в стороне бизнесменов, нам они известны. Хотя мы никого не принуждали, это дело добровольное. Справедливости ради стоит отметить, что вливания от предпринимателей начались после личного призыва президента, который обратился к бизнесменам и практически закрепил за каждым регионом определенного человека из списка Форбс. Казахстанские власти готовы подключиться к расследованию покушения на жизнь журналиста Айдос Садыква. Об этом заявил глава государства Касымжом Артукаев. Неизвестный открыл огонь, когда Садыков находился в машине вместе со своей супругой. Журналист находится в тяжелом состоянии. Правоохранительные органы Украины начали расследование. В аккорде молниеносно отреагировали на дерзкое покушение. В Казахстане взят курс на укрепление верховенства закона. Мою принципиальную позицию, вы знаете, в стране должен царить закон и порядок. Другими словами, законопорядок. Все коллизии, разногласия в нашем обществе следует решать исключительно в правовом поле, на основе действующего законодательства в соответствии с основными международными нормами. Именно с этой точки зрения необходимо рассматривать происшедшие вчера преступления в Киеве в отношении гражданина Казахстана Айдоса Садыкова. Мною поручено по линии дипломатического ведомства и правоохранительных органов направить официальные запросы по данному серьезному инциденту. В случае необходимости казахстанские официальные органы готовы подключиться к расследованию для оказания содействия в выявлении истины. Пресс-секретарь президента Берик Уали предположила, что есть силы, которым выгодно запустить в оборот обвинения в адрес Казахстана, чтобы использовать давление для изменения стратегического курса руководства, в том числе в сфере внешней политики. По поручению президента правоохранительные органы Казахстана проводят оперативные мероприятия по выяснению всех обстоятельств преступления. Главой государства дано поручение правоохранительным органам установить местонахождение подозреваемых и принять соответствующие меры. Казахстанская сторона готова сотрудничать с правоохранительными структурами Украины, в том числе по линии Интерпола. Качество связи и интернета в Казахстане снова раскритиковали. На этот раз к тысячам казахстанцев, которые имеют различные претензии, присоединился премьер-министр Олжас Бектенов. Пример признал, что неустойчивые связи и интернет наблюдаются на приграничных пунктах пропуска, а это задерживает прохождение потоков транспорта и людей на границе. Новый цифровой министр, тем не менее, подчеркнул, что Казахстан в рейтингах по-прежнему выше Японии и по скорости интернета занимает 65-е место. Однако этого, по всей видимости, недостаточно. В Алматы продолжается громкий процесс над Гульмирой Сатабалда, супругой племянника экс-президента. Во время очередного заседания стороны озвучили новые подробности дела. Брат пострадавшего, Абай Женусов, отметил, что Гульмира Сатабалда предложила им административный ресурс для получения крупных заказов. Определенное время это сотрудничество было взаимовыгодным и компания строила школы ниши и даже ледовую арену. Гульмиру Сатабалда обвиняют в незаконном лишении свободы предпринимателя Абай Женусова, вымогательстве в особо крупном размере и самоуправстве. По словам пострадавшего, чета Сатабалда подозревала его в хищениях и на протяжении нескольких месяцев насильно удерживала на дому, проверяла его с помощью детектора лжи и угрожала родным. Это были основные темы недели. Подписывайтесь на наш канал, у нас только самое важное. Субтитры создавал DimaTorzok